Всем привет! Как-то делал видео про инспекцию поршней главного двигателя. Многие моряки писали мне в комментариях, зачем вы это делаете, зачем затирать ресивер под ветош. Если через несколько пусков главного двигателя он сразу станет в грязь. То есть вся эта работа, что мы делаем, она напрасна и мы занимаемся херком. С какой-то стороны я согласен, но у нас есть требования из компании, чтобы производилась чистка ресивера и подпоршневых один раз в месяц. И естественно необходимо делать фотографии и отправлять их в компанию. Так как мне самому интересно с какой интенсивностью он засоряется, буду после каждого перехода из порта в порт открывать ресивер и смотреть с какой интенсивностью он засоряется. На данный момент главный двигатель работал в 141 час после того, как мы делали инспекцию поршней и запирали пересивер. На первый взгляд скажу, что я ожидал увидеть более в плачевном состоянии. Да, он конечно не идеально чистый, но двигатель отработал почти неделю без остановок и в принципе он в хорошем состоянии. К сожалению ветош не взял, но думаю один раз ветошью махнуть и он снова будет чистый. Видно, что небольшой налет и сладь есть, но это все некритично. Сейчас мы возьмем брус и поедем в Германию выгружаться. Переход будет около недели, плюс-минус там пару дней. Также когда придем в порт, открою ресивер и посмотрим какой он будет в состоянии. Также естественно все зафиксируем. Итак, буду открывать ресивер в каждом порту или на якорной стоянке до следующей чистки ресивера. В течение месяца буду делать видео. На этом все. До встречи. Приехали в Германию. Перегорела лампа. 20 минут назад была целая. В общем началась выгрузка у нас. Вторая турбина работает на 1000 оборотов, а первая почти на 900. Вот так выглядит работающая турбина, а точнее ее привод. Здесь смотрим вакуум. В вакуумном конденсаторе. Вакуум идеальный. После того, как делал предыдущее видео, главный отработал 209 часов. Сейчас также открываем ресивер и смотрим его состояние. Видно, что ресивер стал грязнее. В подпоршневом отсеке также добавился сладь. И общее состояние стало немного хуже. Ну, хочу сказать, снова не критично. В принципе, в нормальном он состоянии. Вот, даже без особых усилий протер ветошь и он чистый. Сейчас главный двигатель отработал после чистки ресивера 350 часов. То есть почти полмесяца без прерывной работы. Сейчас закрываем ресивер. После того, как мы выгрузимся, у нас будет булькировка. Если получится, то сделаю видео о булькировке. Постараюсь рассказать и показать весь этот процесс. Ну, не обещаю. Если получится, то сделаю. И уже когда придем в следующий порт, снова открою ресивер и посмотрим его состояние. Все, всем пока. Главный двигатель отработал еще 135 часов. Сейчас также открываем ресивер и смотрим его состояние. Сейчас, на данный момент, главный двигатель после чистки ресивера отработал 485 часов. Ресивер, на мой взгляд, сильно не изменился. Скорее всего, это связано с тем, что мы переводили топливную систему на дизельное топливо, потом снова на мазут. Сейчас у нас главный двигатель, движки и котел снова на дизельке. Не знаю, примерно через неделю будем снова переводить на мазут. Если будет время, сделаю видео, как это происходит. Так что подписывайтесь на канал. Думаю, это видео будет на канале в ближайшее время. Так выглядит ресивер после того, как он был начисто затерт веторщик. Почти 500 часов назад. 485 часов назад. На мой взгляд, состояние у него отличное. Пока что я не вижу, что работаю по затирке ресивера. Это какая-то глупая работа, как писали в комментариях. В следующем порту снова откроем и думаю, можно будет уже сделать хоть какие-то выводы. Нужна эта работа или нет? Стоит ее делать или нет? В общем, откроем и посмотрим. Всем пока! Сегодня последняя часть этого видео. Сегодня будем снова затирать ресивер под веторж. И затем сделаем инспекцию спинерапоршевой группы. Надеюсь, у нас все будет хорошо. Так как мы получили в Германии топливо и оно очень плохого качества. В рекомендациях по анализу топлива его нельзя использовать. Но компания сказала использовать. В общем, как говорится, вскрытие пока что. Ресивер на мой взгляд стал грязнее, чем с предыдущего раза. Сейчас попробую протереть веторжи. Посмотрим, как переборки оттираются. Думаю, сами видите, все очень быстро и легко. Сейчас залезем всей бандой и думаю, за час мы его зачистим. Не знаю, какие у вас выводы, но я полностью согласен, что раз в месяц ресивер можно затереть без всяких проблем. Залезло 6 человек. Каждый взял по цилиндру. И за 20-30 минут затерли. Поэтому мой вывод такой, что данную работу можно выполнять. Конечно, если навалить болт и не чистить его по 3-4 месяца, то потом выгребать все это говнилого будет непросто. Ну а там как начальство скажет. Я высказал свою точку зрения. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok